Всем привет! Сегодня 6 мая. Я попросила Ильгиза, говорю, Ильгиз, прокультивируй мне грядки, я заброшу семена в них. А сама начала видео вчерашнее вам делать. Я видео не успела сделать, и он приходит, я говорю, я что слышала, там гудела, говорю, ты начал культивировать? Он говорит, так все уже сделал. Я даже не сняла. Даже не сняла. Он до того все это быстро. Что все посадка, посадка, мы 5 минут, 5 минут прокультивируем. Сейчас за час я заброшу, вот стою с семенами. Что за час, за 10 минут заброшу. За 10 минут заброшу, конечно. Нет, я час, мне же сгинаться тяжело. Семена. А под картошку буквально через... Как семена будут, так и... Наверное, завязывают пора. Да. Яблони. Вон там, кстати, вон ту яблони надо завязать. Или что там, какой, просто уже много лет тоже. Он даже не цветет. У меня, ребята, еще лука нет с ним. Надо еще за луком ездить, ехать. Ой, вот, выхожу прямо в огород первый раз. Потому что клубника мне это вообще не нравится. В прошлом году ни хрена не было. В этом году что-то как-то она мне выкорчевать нахрен все. Да вообще ничего не садить, не хочу я ничего, я вообще не хочу этим заниматься. Так, Ольгиз, нам же надо эту освободить. Разбросать. Ну да. Практически да. Вон в эти две грядки высоких, ну, высокие грядки разложить часть. И по картошке. То есть сюда-то не надо. Ну, здесь-то ты уже вспахал. Так я еще раз могу. Ну, посмотрим, сколько здесь ее будет. Да, потому что... Надо перекидать сюда. Снизу бревна лежат. Ну, перекидать и... Значит, а, надо здесь, наверное, перекидать сюда. И закрыть этим черным, черной тканью, чтобы получше гнило, не росло ничего. Эти вот третье лето будут. Тоже вот яблоньки с грушами. Вот эти вот. Они нифига не растут. Вот их как посадили, вот так они и сидят. Вот не растет у нас вот этого ничего. Не знаю почему. Какие у нас яблоки не растут. Ладно. Сейчас я, наверное, сначала не посадками займусь, а клубнику-клубнику, посмотрю, что с ней делать. Говорю, может, ее выкорчевать нахрен-то, что-нибудь купить свежую, посадить. Ласка-то умеет лазить наверх. Да, довольная, счастливая. Милка пока нет. Ни разу не забралась. У нее попа тяжелая, наверное. Ну-ка, давай, ну-ка, давай, давай. Вот, давай. Давай, старайся. Вот, 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 давай, давай. Ой, страшновато. Страшновато, да? Давай. Чего, милка, не получается пока, да? Не получается, скажи. Завидно, да, та сидит наверху, ведь. Да, меня, скажи, не берет. Да. Ну, ничего, у тебя скоро получится. Не все сразу. Не у тебя получится, да? У тебя другое получается лучше. Чего, эти трубы скоро обвяжем. Тоже будет хорошо. Ты хитрюля, да? Ласка, ты хитрюля, да? Ты хитрюля, ты убегаешь от сестры-то, убегаешь. Научилась убегать, да? Она и в домик сюда прячется. В верхней. Да, в нижней ласка. Ой, милка, то есть. Милку, да? Милку подсаживаем. Пока никак, пока боится сама. Все, уснула. Уснула, девка. Села немножко в тенечек. О, ребят. Я 10 минут постояла над клубникой, кверху задницей. И угадайте с первого раза, что у меня начало гореть? Правильно. Задница. На которой одета двое штанов. Вот я не зря в этом году, я, Альгизу, еще с зимы начала говорить. Говорю, как я боюсь в этом году лето. Мне кажется, будет гореть вообще и очень сильно. Так оно и есть. Так оно и есть. С каждым разом все. Сложнее, сложнее, сложнее на переносице. Но, ну что делать? Кто-то мне написал, из подписчиц. Наташа говорит, наверное, очень сложно переносить такую болячку к аллергии. Ребят, любую болячку сложно переносить. Любую. Хоть, вот у Ильги за диабет. Да, у наших, я написала ей, у моих, у наших мам очень болезнь была эта. У свекрови ревматоидный полиатрит, у моей артрита, артрозы. Очень плохо ходила. Она палочку взяла уже в 50 лет. Так что любая болячка, с любой болячкой жить сложно. Это я сижу здесь вот, в барбекюшке. Тут проветривается, он наверху. Хорошо, сегодня плюс 30 в тени. В 12 часов дня смотрела. Ну, солнце-то не так, чтобы уж очень-очень жарит. У нас сейчас тело такое, что нам сильно жарко-то и не бывает. Но вот то, что болячку оно дает, лично мне, Ильгизу, нормально. Он спокойно ходит, потихонечку копается. Там чернозем начал перевозить. Вот. Я только клубнику обработала, немножко почистила ее. Очень много кустов пропало. Но вот в прошлом году она у всех почему-то, у всех пропала. В прошлом году не было клубники. И не знаю, это у меня клубника вообще с первых лет, как мы сюда приехали, росточками постоянно. Старый куст 2-3 года выбрасываю, свеженький сажаю. Всегда она хорошо болтоносила. А вот в прошлом году не было клубники. В этом году, не знаю, отрастет, не отрастет. Но это уже надо будет потом опять свежие все пересаживать. Надо, наверное, новую какую-то купить. Вот. И я, как, значит, у меня задница-то загорела. Я побежала домой. Ой, я, наверное, полтора часа прыгала. Эти-то места, руки я, ну, сразу с утра все намазала этим кремом противозагарным. Кстати, никогда не пользовалась я этим кремом. Как-то все терпимо. Загорит. Ну, терпимо, можно терпеть. В этом году невозможно. Вот просто невозможно. Вот вчера 5-е число было. Я до обеда прямо выпрыгивала постоянно из дома, чтобы потом хоть с ребятами-то посидеть на улице более-менее. Вот оно загорит, перекратится, снова загорит. Ой, господи. Но потом к вечеру все стихло нормально. Ну, и солнце еще было, конечно, но более-менее. Вот. А про огород вот я ворчу. Вот вы знаете, я не то, что вот сейчас там у меня все стало болеть, все там я не стала любить, да, огород. Нет, я его никогда не любила. Я даже в молодости вот нужно было, как наступало лето, еще с мамой жили, ну, отдельно в квартире, а летом, значит, имели там сад-огород. Большущей мамы много было, 30 соток, все это обрабатывать надо. Она вообще, для нее это, вот она, не знаю, она без огорода, вот она жить не могла, она дышать не могла. Она 3 месяца отдыхала всего без огорода, так она вся изнуется. Она в эти 3 месяца всегда платья свои то ушивала, то расшивала. Она за лето охудела, расшивала, потом зиму растолстеет, опять их расшивает. Вот это у нее было хобби. Вот. И она так любила огород. Она разводила разные сорта, хоть помидоры, хоть огурцы. Она занималась продажей. У нее очень-очень рано, она вот в феврале затапливала, у нее в марте уже первая зелень, вот это укроп, там лук, петрушка, вот эти все, эта мелочь. Салатики разные. Все, она уже на рынке. Она уже на рынке. Она с марта месяца, 8 марта, у нее уже свеженькое все. Редиска вот эта. Вот. Я, конечно, торговала. Мы все помогали, и брат мой с женой, и там мы с Эльгизом. Конечно, мы все вместе все это делали, но мама всегда делала с желанием, с огромным желанием. А мы, дети, скрипя сердцем, просто то, что это мама, что надо помогать. Станешь говорить, что мам, давай не будем, давай. Ну, вы не будете, я буду. Но раз она будет, все равно мы идем и делаем. Вот. Потом, когда сюда переехали, я, конечно, мы тоже огород мы сажали только для того, что надо. Это была просто работа. Была работа, что надо посадить, чтобы оно выросло, чтобы прокормить семью, чтобы на год хватило. Сажали много, каждый клочок. Я уже миллион раз про это рассказывала. Каждый клочок разрабатывался. И тут перед домом, и там за домом, где я всегда показываю техническую зону, и там у меня теплица стояла, и здесь теплица стояла. Все, все, все у нас, все было посажено. А потом, как стало получше, как дети стали подрастать, детям уже это стало не надо. И мы постепенно все, все это сокращали, сокращали. До того, да сокращали, что сейчас мне сажать. Там, я, сами видели, пять грядочек. Я это буквально, вот, иди за 10 минут все спахал. Я в течение часа посажу. Ну, сегодня я не стала сажать. Пока, ну, к вечеру, к вечеру морковку. Там у меня будет-то лук-севок. Я еще не купила картошку семенную. Я еще не купила. Он хотел сразу и под картошку прокультивировать. Я говорю, ой, погоди, 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 погоди. И вот одна же потом высохнет земля-то. У нас, потому что торф с песком, она моментально высыхает. Надо сначала семенную картошку купить. Вот завтра мы съездим за картошкой, купим, съездим севок-лук, лук, чтобы сразу толкнуть. Вот я единственное посажу две гряды лука. Лук всегда у нас хорошо идет, много и не хватает. Сколько бы я его не сажала, сколько бы у меня его не наросло, мне его всегда хватает, почему-то хватает до марта месяца. В начале апреля мы начинаем уже покупать. Чем больше лука, тем больше мы его едим. Вот почему-то всегда так. Не знаю почему. Лук хороший у меня всегда рождается. Я с удовольствием, вот из всего, что я сажаю в огороде, я люблю сажать лук, я люблю убирать, я люблю его есть. Все, больше ничего. Цветочки тоже посажены, только чтобы не пустой был огород. Вот если бы кого-нибудь нанять, ну, нет, не нанять, кому-нибудь предложить бы, кто хочет землей заниматься. Какие-нибудь там друзья, подруги, соседи. Ну, у всех все есть, конечно. Приходили бы, доделали. Ну, я так смеюсь. А я ничего не хочу, правда. У меня другие интересы, у меня другие желания. Как-то вот, как-то так вот получается, что одним одно надо, другим другое. Кто-то бы, да, позанимался бы огородом, но его нету. У меня огромнейший огород, а мне его нафиг не надо. Вот не надо. Как Ильгис говорит. Нет, Наташа, я это, теплицу-то не буду, не будем мы торопиться. Ты еще миллион раз передумаешь. Действительно, я миллион раз, ничего я не хочу. Ну, не знаю, может быть, поставим только за помидор, потому что что-то стали любить помидоры, Ильгис вот особенно. Я как-то больше огурцы, но он помидоры. Ну, ладно, может быть, поставим. Не в этом году. То есть мы ее поставим к осени, облагородим, там грядочки сделаем, чтобы к осени она у нас уже стояла, а потом, чтобы весной, ранней весной уже там посадить и зелень по этой самой, Ильгиску пораньше, все вот такое, и потом помидоры туда. Пусть постепенно. Что Ильгиса тоже напрягать на все. Он тем более хочет эту теплицу сделать сам, хочет выгнуть сам дуги, все-все сам хочет, не хочет готовую. Говорю, почему не хочешь готовую? Он говорит, ну, я просто разминаться хочу, потому что есть тонок, есть весь этот прокат можно сделать. Это будет, во-первых, и дешевле, и интереснее. В этом году вот он эту кошкам-то сделал. Такой красивый уголок, я прямо не нарадуюсь. Опять же, вот я придумала, да, и тепли, это, курятник, курятник тоже с удовольствием. Мы почему-то очень сильно захотелись с Ильгизом, очень сильно. Даже не из-за того, что там нам вот прям край надо, это мясо, там, там, это, там, яйца, да. Все это продается, все это до того сейчас стоит. Мы любим зарабатывать, то есть мы умеем зарабатывать, и на эти деньги все это можно купить. Но почему-то вот, вот сейчас захотелось вот ухаживать, ухаживать за животными. Ильгиз говорит, ну, потом порсеночка, потом козленочка. Я говорю, кто знает, кто знает, ну, конечно, смеюсь, нет. С курицами проще, если вдруг куда соберемся поехать, вот, если Мишка не захочет за ними ухаживать, голову по трубой, мясо сложили в морозилку и поехали. Приехали, снова купили. Курочек мы сразу купим. Взрослых, с рук, готовых, яйца несущих уже, цыплят, конечно, выращивать не будем. А вот бройлеров вырастим мы один раз вырастим. 20 штучек возьмем мы суточных. Их ежедневно у нас продают. Прямо рядышком с домом у нас есть, оказывается. Прямо на соседней улице продают. Там занимаются бройлерами постоянно. Вот. Но почему-то мне многие стали писать. Ну, не то, что многие, а вот те, которые уже попробовали, короче, которые ели магазинное мясо, бройлерное, да, и которые сами вырастили. И сказали, что они разницу не заметили. Что такое, корма-то одинаковые. Ну, немножко там дома кормишь чем-то там, травкой, что-то там даешь, какие-то крупы там или еще что-то. А так, говорит, ничего не, все одинаково. Тут, кстати, объявление тоже посмотрела у нас же. Люди, которые не продались более, ну, это вот суточные, да, потом каждые сутки они уже становятся дороже. И вот тут, смотрю, месячные бройлеры продаются за 200 рублей, ну, штучка, да. А мы вот покупаем по 137 рублей килограмм куриц. Она так и выходит примерно 200 рублей. Готовая хорошая тушка. А тут за 200 купить месячного, да. Сколько прокормить еще месяц-полтора, да. Сколько корма уйдет. Ну, так это. Посмотрела на цену, посмеялась. Но я все равно попробую. Все равно этих бройлеров подержу, посмотрим. Если овчинка выделки не будет стоить, конечно, больше брать не будем. И не будем это мясо выращивать. Точно так же закупим, съездим на птицефабрику уже готовых тушек. Например, там, когда-то осенью или когда. Автоклав всю собираюсь купить, никак не могу. Вот. Вам, наверное, надоела эта картинка, да? Долго сижу, болтаю. А говорить постоянно хочется. Вот я порой что-то делаю, постоянно с вами разговариваю, что-то рассказываю, что-то объясняю. Но не будешь же с утра до вечера с камерой, да, разговаривать, как дурачок. Ну, думаю, сейчас пока отдыхаю, с вами немножко поговорю. Ладно, ребят, пойду я сейчас посажу, наверное, грядку, одну грядку засею свеклу и морковью наполовину. Все, потому что мышцы у меня уже заболели, я уже понаклонялась. Много не надо в день, понемножку, по чуть-чуть. Пока спина терпит, я сама себя уговариваю, что мы же любим, выскочили, все нам надо, сломя голову, сразу все убрать. Я сразу грабли схватила, тут где-то подчистят, где-то тут подровнять, тут ножницы эти. Сейчас вот надо малину подвязать, луна уже, ну, от листочки распускается там, там, там. И сама себе говорю, Наташа, куда торопишься, не надо. Потом опять все болит, потом заболит поясница, сустав, и все, и потом хрен выйдешь ты опять на этот огород. Лучше понемножку, по два часика в день, и достаточно. Не надо. Не надо, сломя голову, это уже немолодые годы. Мы никуда не торопимся, на нашу лень будет еще день. Я всегда говорила, у Бога дней много. Вот. Ладно, сейчас скажу вам до свидания, и пошла сажать. И следующее видео уже расскажу про посадку. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok